Ну что танкисты, время пришло, вы ждали, вы просели и вот, получайте. Пума. Боевой рейтинг 9-3. Танк, который ненавидят многие танкисты, потому что его просто нельзя убить. Он танкует, он живет и может даже ответить тебе очень больно. Ввиду некоторых изменений, которые внесли улитки в этот танк, у нас то БК взрывалось, то не взрывалось, то пропадало, то теперь не пропадает. Но все же, этот танк, как по мне, стал менее живучий. Он в круг обвешан динамической защитой, поэтому птуры нам не помеха, разве что тандемные. Но тандемами на 9-3 мало кто стреляет. Тем более, у нас тут есть куэ, если это всякие птуры типа захлама и прочего, то мы их можем легко отвести. Пушка тут 30-ти миллиметровая, может стрелять как фугасами, шрапнелью, так и ломами. Шрапнель тут с дистанционным подрывом, не путать с радиовзрывателем. Вы выставляете дистанцию этой шрапнели и на этой дистанции она подрывается. По модулям тут есть СПО и лазерный дальномер, это понятно, тепловизионный прицел, дрон, улучшенная оптика для разведки, дымовые гранаты и пулемет 5.56 МГ-4. Ходовые характеристики этого танка довольно неплохие, 70 км вперед и 30 назад. Сама пушка, я бы не сказал, что она обладает какой-то суперскорострельностью, всего лишь 200 выстрелов в минуту. Урон даже у топовой ленты ломов такой себе. Он иногда просто не дамажит, не хватает той самой скорострельности, если бы скорострельность была в 2 раза выше, возможно это бы компенсировало плохой урон. Но что имеем, то и имеем. Перезарядка между лентами, можно сказать, почти отсутствует 0.2 секунды. Сама по себе машина очень хорошо защищена от всех видов снарядок, кроме ломов. Ломами она пробивается в силуэт, а вот каморники, кумулятивы, сплошные, это все может где-то застрять у нашей ДЗ. Если ты хочешь ваншотнуть пуму, то стреляй ей в ЛД, туда где сидят 2 члена экипажа в ряд. В борт она как правило переживает, можно выбить БК, казну, но это довольно сложно из-за ее строения башни. На данный момент 2023 год на дворе, эта машина играется, ну я бы не сказал, что прям эмбова, но фраги свои она найти может. Играть конечно не агрессивно уже не получается, потому что ловишь лом, БР все-таки уже здесь 9-3 и твой путь за фрагами заканчивается в ангаре. Играется данная машина хорошо сейчас только против китайцев и советов, потому что там деривация, ЛТшки, ну иногда можно на шведов попасть всякие ЦВшки поесть, но они могут тебе сильно ответить. А вот деривация и прочее, она как обычно их съедает. Они не могут ей ничего сделать, за счет того, что у нее много брони, много ДЗ и ломы все-таки они как бы пробивают 121 мм, а это уже весомый аргумент. Турмсики в борт, 80 кифборд, БВМ в борт, все это отлетает на ура. При условии, если конечно они вас не замечают, потому что тут ломы то 37 мм, а значит урон у них, как я уже говорил, не кокущий. Оставляю вам бои, где я поехал и напихал этим местским танкистам по самой небалуй. Если он тебе понравится, не забывай прожимать лайк и писать комментарий, а также используй мой реферальную ссылку для покупки чего-либо варатандер. Досмотри видео до конца и наваливай побольше лайков. Ну а я от себя буду радовать тебя большим количеством контента. Приятного просмотра. Ага, вот он ты где. Это же Ротель. Ой, ну вот это помпиздатель у меня. Такого сладенького я еще не видел. Ну ты не сможешь объехать, тебе придется вниз падать и там я тебя и поймаю, да? Не, смотри-ка, объехал. Я думал ему не хватит места там. Какой вкусненький Ротель. А у меня какой-то оптуры отвел. Ха-ха. Попал, короче, на Пуми. На свой БР, можно сказать. Против всяких картоночек, ух. Ну тут мерковая, конечно, сложновато будет. Но все-таки можно. Этого убили, да? Тут что-то еще есть. Очередь по заказам нет, небольшая. Так, ну я тут в подсвете. Тут кто-то стоит. По звуку есть, я слышу. За бугром. Зитка, возможно. Но... Мне туда надо переезжать на низ. Здесь... Я сдохну. Просто-напросто и все. Дройка там к 1, да. Тут стоял. Все. Он сейчас ресница. Флосс. Нет, не ресница, наверное. У него уже респов нет. Еще есть в упоре кто-то. Ну это было на тоненького, слушай. Это было прям на тоненького. Че, тип ясуса какой-то. Не знаю, что это по звуку. Не знаю, что это по звуку. А, здесь моментально же перезарядка. Чиф. Чифа убили. О! Ну это подарок. Это прям сладенький. Зачем резаться на ЛТшке, когда пума на респе стоит? Чтобы умереть и дать фраг. На ком еще фраги делать? Как не на таких типах. О, еще резнулся. Не, ну это уже Центурион. Не, это Швед. Нет, это Вик. На. Я ухожу. Ну и урончик, конечно, печаль беда на этой пуме. О! Подарок. Ну, он будет стоять. Долго будет стоять. Фраг не даст. Не-а. Не-а, не даст фраг. Зато он играет сетапом на победку. Я считаю, если ты точку не захватываешь, то на победу ты не играешь. Точку не захватил, все, катку слил. Ноль вклада в победу. Блин, вот в таком боевом рейтинге, то есть максимум... Ммм... Кого я там видел? 87, по-моему, да? Был. Максимум. Чиф, это 87. Бредля. Ротели всякие, да? Никого я больше не видел. Китайцы никого не видел. Ну да, это получается 87 был. Вот в таком она как бы нормально играть. Но когда ты попадаешь повыше, там уже жопа полная.